Книга «Открытым оком». Тема «Покаяние». Том 7. Вопрос 1956. «Могли бы вы отметить какие-то характерные особенности в образе жизни людей седой древности и наших современников?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Есть много общего. Грешили, блудили, пили так же и умели красиво жить». Иеремия 3.25. «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим». «Мы и отцы наши от юности нашей и до сего дня и не слушались голоса Господа Бога нашего». «Плачь Иеремии 5.7. Отцы наши грешили, их нет уже, а мы несем наказание за беззаконие их». «Здесь один к одному с нашими согражданами. Но вот там встречаем внезапное обращение, готовность пойти до конца за идею, за веру во Христа. А сегодня это не встречается почти нигде. Те люди были как бы в детском состоянии. Так просто это у них за жизнь не цеплялись. «Надо умереть, значит, умираю». Филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Ванифатий, память 19 декабря. Некогда в Риме проживала одна женщина по имени Аглаида. Отец ее Акакий был некогда начальником города. «Будучи молодой и красивой, обладая богатыми имениями, доставшимися по наследству от родителей, и пользуясь свободной жизнью беззаконного мужа, она, побеждаемая страстью немощи плоти, проводила дни свои в любодеяний и грехах. Она имела у себя верного раба, который был управителем над домом и имениями ее. Он был молод и красив. Звали его Ванифатием, и Аглаида жила с ним в преступной связи, удовлетворяя свое плоское вожделение. И нет стыда говорить о сем, так как далее речь будет о блаженном и чудном изменении их жизни. Ибо когда святым воздается похвала, то не умалчивается и в их прежних грехах, дабы показать, что не все с юных лет были блаженны и праведны, а имели, подобно другим, растленное тело. Но истинным покаянием, доброй в себе переменой и великими добродетелями прославились своею святостью. О сем повествуется в житиях святых для того, чтобы и мы, грешные, не отчаивались, но поспешили бы к скорому исправлению, зная, что при помощи Божией и после грехов возможно быть святым, если только сами того пожелаем и для того потрудимся. И действительно, прекрасно то услаждающее сердце повествование, в котором мы слышим, что грешник, по-видимому не имеющий надежды на спасение, становится сверх ожидания святым, и при том мучеником Христовым, подобно святому Ванифатию, который во время любострастной жизни служил греху, а потом соделался исповедником, доблестным подвижником и славным страдальцем за Христа. Ванифати во время своей распутной жизни был рабом греха, однако имел некоторые достойные похвалы добродетели. Он был милостив к нищим, любвеобилен к странникам и отзывчив ко всем находящимся в несчастье. Одним оказывал щедрые милостыни, другим с любовью доставлял успокоение, иным с сочувствием оказывал помощь. Имея твердое желание исправиться, Ванифати часто молился Богу, чтобы он избавил его от дьявольских козней и помог ему сделаться господином над своими вожделениями и страстями. И Господь не презрел раба своего и не попустил ему еще более погрязнуть в нечистоте греховной, но благоизволил устроить так, что нечистые дела его были омыты пролитием крови его, и через это самое душа его сделалась как бы царскую вогряницей и увенчалась венцом мученическим. Это совершилось следующим образом. В то время было сильное гонение на христиан. Глубокая идольская тьма покрывала весь Восток, и много верующих было мучимо и убиваемо за Христа. Госпоже Ванифатия Аглаиде явилась спасительная мысль и сильное, непреодолимое желание иметь в своем доме мученические мощи. Не имея из своих слуг никого вернее исполнительные Ванифатия, она позвала его, открыла ему свое желание и наедине сказала, «Ты сам знаешь, брат во Христе, сколь многими грехами сквернены мы, совсем не заботясь о будущей жизни и спасении, как же мы предстанем на страшный суд Божий, на котором должны по своим делам быть осуждены на тяжкие мучения?» Но от одного благочестивого мужа я слышала, что если кто имеет у себя мощи мучеников Христовых и чтит их, тот получает помощь ко спасению, и в доме того грех не умножается, так что таковый может даже достигнуть того вечного блаженства, какого сподобились святые мученики. Теперь многие, говорят, совершают подвиги за Христа и, отдавая тела свои на мучения, получают мученические венцы. «Ты послужи мне ныне, наступило время показать тебе, действительно ли ты имеешь любовь ко мне. Скорее ступай в те страны, где воздвигнуты гонения на христиан, и постарайся принести мне мощи одного из святых мучеников, дабы с честью положить их у себя и построить храм тому мученику и всегда иметь его своим хранителем, защитником и постоянным ходатаем перед Богом». За стойкость Даниил во львиный ров коварными сатрапами был брошен, как много в жизни наломаешь дров, осудишь не врага, а искренне хороших. Те львы в моей душе изголодались зубами и щелками, кто нынче на обед, так в сердце рве, кто у меня в опале, к тому, кому не расположен был еще мой дед. Свободу узникам, дарую львам свободу, в годину искушений здесь молиться. Зрю в лаговище каменные своды, и аллилуйей могут огласиться. А лучше быть сейчас, не послезавтра, с очищенной душою, раскрепощенной. Львы и ягнята ели вместе завтрак, не согрешили, были все прощенны. Не постыдиться окна на восток, распахнуты всегда в часы молитвы. Свобода ошалелая, ее еще глоток, допеть с восторгом новые мотивы. Завистники не только во дворце, они в поле, в храме наблюдают за мыслью тайной на моем лице. Но жар молитвы и враги растают. Не подавить им повод, не подавать им повод от коня, когда дремота к вечеру усталость, другим в апатии мне вовсе не пенять и не терпеть в себе такую пакость. Благословение внешних ненадежно, чего же ради будут рисковать? Лишь на Христа в плену моя надежда дозволит хищникам детей своих клевать. Насколько искренней упреки от великих, как долговечен гнев, сменившийся на милость. Играя с грязью, тешится политик, трепеща, чтобы судьба не изменилась. 10 сентября 2003 года Игнатий Лапкин